МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы приехали в торговый центр Московский, в Каре, хоть смогут очень посмотреть. Спустя, я не могу потом видеть кроссовки. Хочу взять ботинки. Девочки, ничего нам не приглянулось в Каре. Как-то то, что нравится, размеров нет. Какие есть размеры, не особо нравятся. В общем, не получилось из-за чего выбрать. Также сейчас заехали в СДЭК, получили посылку от Леврана. Дала вам покажу, что там мне пришло. Также распакуем с вами, и потом уже поделюсь мнением. Потому что я говорила, что мне нравятся продукты от Леврана. Я там заказала и косметические продукты, уходовые косметики, и также для дома пару средств. Я тоже все это покажу вам. А сейчас мы, наверное, доедем до Меги. И там тоже хочу зайти в детский мир. Доча хочет поиграть. В общем, едем дальше. Приехали мы в Мегу. Кстати, сейчас хочу, если что, в Литуаль зайти. Снимаю цены для интересного парфюма, потому что уж надоела мне очень эта тема, что надо покупать только в Литуаль, а не в интернет-магазинах. В общем, вы меня поняли. Если получится, поснимаю. Куда мы едем? Куда мы едем? Сейчас будем кушать, окей? Ага. Ну ладно. Как уйдешь? Вырожайся? Что там? Нет. Мне эти багеты очень нравятся. Вкусные. Нет, ну ладно. Хорошие? Хорошие? Шоколадные? Ничего себе! Очень редко. Недельная птица. Это перекошь. Здесь тоже акции два по цене одного, как я полагаю. Насколько бюджетный. Очень бюджетный. Веск не смешно, два по цене одного. Цена поднята в два раза. Какая скидка идет теперь. Мы как-то не знаем. Здесь по цене. Здесь по цене. Девочки, вы видели цены в Летуаре? Теперь вы понимаете, что я говорила? Куча флора, 50 мл. Там около 9000. Но это смешно. Реально двойные накрутки. И там, по-моему, какие-то ценники действуют. Акции на какие-то и не действуют. Они все равно дорого. Но, в общем, я остаюсь при своем мнении. Девочки, едем мы домой уже. Что я могу сказать по поводу скидок в Летуаре? Даже я бы сказала а-ля скидок в Летуаре. Как я, в принципе, и думала, как и говорила, что все это обман. Потому что посмотрела я цены. Вот я перед этим зашла в Ривгош. В Ривгоше, кстати, мне цены понравились. Действительно, были скидки на Муглер. Ароматы были 15 мл по 1500. Мне кажется, в принципе, и приемлемо так. Также много было скидок на различные ароматы. Там немного поснимала в Летуаре. Во-первых, цены просто космические. Гуча флора там стояла 50, кажется, миллилитров. Почти 9000. 8-9000. Но это вообще нереально. 3000, ну 4. Ладно, это потолок этого аромата. И то, те цены, которые там были высокие, как я услышала, рассказывал консультант, что еще не все ценники, которые там указаны, действуют вот в этой акции 2 по цене 1. Там как-то мелким шрифтом написано, что какие ароматы уже окончательная цена. И даже скидочные карты не будут действовать на эти ароматы. А какие-то в этой акции действуют. В общем, все очень замудрено. Так специально, чтобы люди не поняли ничего. И цены очень высокие. И, в общем, я стоюсь при своем мнении, что в Литуале я ароматы покупать не буду, потому что оно того не стоит. Они очень завышают цены. И даже такие продукты косметические, к примеру, маску я хотела тканевую взять, она у них была за 69 рублей, со скидкой там около 30%. Я всего хотела взять, потом я вспомнила, что эта маска стоила до вот этой акции 49, кажется, рублей. Вот так она стоила. Это была ее обычная цена. Вот недавно. Соответственно, цены они на все подняли, сделали вид, как всегда, как и во всех магазинах, что хорошие скидки. Поэтому я так походила, посмотрела, и ничего себе даже приобретать нам не стала. Вот так. Поэтому пишите в комментариях, как вы относитесь к интернет-магазинам, где вы приобретаете парфюмерию. Потому что я столкнулась на днях с таким, что, оказывается, многие не доверяют интернет-магазинам, и прямо с пеной у рта утверждают, что там сплошная подделка, хотя я с этим не согласна. Есть свое мнение об этом. Доверяете интернет-магазинам или нет? Или все-таки покупаете в ритуаль. Так что буду ждать вас в комментариях. Что-то нереальное здесь происходит. Все едут домой. В город. Мы были загородом на выходных. Просто нереальная пробка. Я не представляю, как в Москве люди живут постоянно в таком ритме и постоянно находятся в таких пробках. Вон даже здесь, наверное, будет видно. Вон какое движение. То есть ужас. Наверное, долго мы будем ехать. Девчонки сейчас заехали еще в один магазин «Кари» и купили вот такие вот ботиночки все-таки. Стоимость их была 999 рублей. У нас там карты еще были на этой бонусной карте «Кари». И за 780 нам они обошлись. Они такие свободненькие доченьки наши. Сейчас как раз в сентябре ходить. Они непромокаемые. Мне понравился такой цвет. Нежный прям. Левчачий. Серебристо. Такой розовый. В общем, я довольна. Ботиночки купили. Я не покупала, честно говоря, особо дорогую обувь дочери. Потому что в таком возрасте она их снашивает просто в ужас что. И не важно, сколько они стоят. Пять тысяч или тысячу. Поэтому я как насчет этого не заморачиваюсь. Пишите, как вы. Как вы покупаете деткам. Девочки сейчас ехали домой. Так, не хотелось картошки с селедкой. Заехали в светофор. По дороге просто купили там молоко. Я показывала, что мне нравится молоко. Вот такой вот. Светофоринка стеризованный. Селедку купили за 100 с небольшим рублей. Полтора килограмма. Не знаю, какая была. Сейчас ее сделаю. Там вам расскажу, вкусная была или нет. И также взяла вот такой щербет. Девочки очень хвалят. С магазина с этого. И крабовые палочки такие. Ну, а-ля крабовые палочки. Изитированные. Кстати, думала там вам что-нибудь поснимать. Но там такой беспорядок. Там какая-то перестановка. Много людей. Да и в принципе, думаю, не особо кому-то интересно этот магазин смотреть. И так все могут сидеть. В общем, вот такие вот у меня были покупки. Сейчас жарю картошечку с селедочкой. Всем, кто сейчас кушает, приятного аппетита. Покажу вам, что мне пришло от бренда Леврана. Сейчас покажу все продукты. А потом даже покажу вам цену. Потому что здесь накладная рядом лежит. Так, здесь у меня именно уходовые продукты Леврана. И также средство для дома. Это линейка Fresh Bubble. Именно по уходу за домом. Первый у меня продукт. Это моющее средство. Цитрусовая свежесть. Подходит даже для детской посуды и грушек. Чем мне понравилось это средство. Я подкупила, что оно натуральное. Им даже можно мыть фрукты и овощи. Объем здесь 500 миллилитров. Попробовать и, конечно, поделюсь мнением. Второе средство. Это средство для стекол и зеркал. Кстати, так интересно, я вообще средством для стекол мою не только стекла и окна. Я просто, когда делаю влажную уборку, я либо могу делать влажными салфетками, протирать все. Либо, если я не протираю влажными салфетками, то я просто беру средство для стекол, брызгаю его везде, могу из шкафы и все что угодно протирать подоконники именно вот этим средством. И этим средством я имею ввиду, что средством для стекол и зеркал. Здесь у нас объем 500 миллилитров. Тоже у нас это прям такой расходник-расходник. Следующее средство тоже у меня с таким же распылителем. Это спрей для ванной комнаты. Мне, кстати, нравится очень когда гели для чистки ванной комнаты именно с таким вот распылителем. То есть это удобней. Так, и средство для дома все. Теперь что касается уходовых. Первый, это у меня вот такая вот сыворотка. Серум такой. Это новинка, как я поняла. Таким вот образом выглядит. Очень красиво эта надпись. Мне вот это вот купила. Такая голографическая. Сыворотки мне вообще нравятся. От Леврана у меня их было. Несколько штук. Мне не все нравятся. Далее вот такое вот средство. Это жидкие патчи. Меня очень заинтересовало. Это у них новые такие средства. Вышли недавно. Выбрала вариант от темных кругов под глазами. Потому что у меня эта проблема такая. И я с ней активно борюсь. Тоже будем с вами пробовать. И последний продукт у меня это гиалуроновая кислота. Я очень много положительных отзывов слышала. Я в том числе на YouTube. О этом карандаше гиалуроновая кислота. Что у него очень такой экономичный расход. И действия действительно отличные. Хорошо очень увлажняет кожу. А гиалурон как вы знаете никогда не будет лишним нашей коже. Поэтому я решила его тоже приобрести. Как же видите хорошо все было упаковано. Есть очень много бумаги. Она была сверху и внизу. И теперь что касается цен. Гель для мытья посуды стоил 180 рублей. Спрей для чистки стекол 190. И спрей для ванной комнаты 270. Мне кажется для натуральных средств с таким составом. Это вообще очень даже хорошие цены. В магазине у нас все средства более-менее нормальные. Так же стоят как в принципе от Леврана. Далее жидкие патчи стоили 580 рублей. Сыворотка для лица стоила 800. И гиалуроновая сыворотка стоила 780. Итого 2,8 не получилось за заказ. Пока я довольна. Пока я могу так на внешний вид это все оценить. Очень мне интересно попробовать эти патчи. Потому что я действительно мучаюсь с этой проблемой темных кругов под глазами. Кстати девочки если у вас такая же проблема. Пишите чем вы боретесь с синячками под глазами. Я и корейские патчи различные покупаю и все. Но как-то пока результата особо никакого нет. Так что пишите ваши методы борьбы с темными кругами под глазками. Мы сейчас вышли погулять. Я зашла на почту. Получила посылку от фитокосметик. Сейчас дома покажу что я там заказала интересного. И так же сейчас зашли еще в магазин. Семья. Я там себе купила 2 косметических продукта. От белор дизайн. Это тушь и гель для бровей. Мне понравился. На них была акция по 99 рублей. Сейчас домой приду и все вам покажу. У меня есть. Что? Что тут? Вышли в новой обуви. Милана уже запачкала ее всю. Упала. Нашла грязь как всегда. Да Милан? Все. Чупачел. И вперед. Здесь на среде желтые листья. Все уже осень. Лет это и не было. Уже осень пришла. Деревья уже желтые. А в сентябре уже снег будет. Наверное может быть. Как-то все быстро в этом году. И лета не было. Уже осень начинается. Девочки вернулись мы домой с прогулки. Как и обещала. Сейчас покажу вам свой заказик с фитокосметик. Я с вами вместе его оформляла. И часть заказа показывала вам в каком-то из предыдущих влогов. Я это все уже распаковывала. Смотрела продукты. Это у меня из новой линейки. Это у них новая линейка Акнеконтроль. Это у меня глиняная маска для лица. Увлажняющая. Антибактериальная. Живопытно попробовать. Следующая маска тоже с этой же линейки. Точнее это не маска, а пилинг для лица. Мягкие обновляющие. Одно применение равно одной процедуре кислотного пилинга. Это интересно. Надо ознакомиться. Можно ли его сейчас использовать пилинг. Так как еще у нас солнышко есть. Вот это я все прочитаю. Следующий продукт тоже с этой линейки. Это детокс маска для лица омолаживающая угольная. Одно применение равно одной процедуре ультразвукового лифтинга. Очень, конечно, такие интересные заявления. Мне, кстати, очень нравится вообще продукт от фитокосметик, очищение, всякие масочки для волос, скрабы. Это я все люблю. Мне очень нравится. Всегда покупаю. Следующий это вот такая тканевая маска для лица. Одно применение. Одна процедура гальванической чистки. Тоже интересно. И здесь тоже с этой же линейки. Здесь гель для умывания. Я так понимаю, что это три в одном. Гель, скраб, маска. И также мицеллярная водичка. Будем все это с вами, конечно же, тестировать. Потому что девочки мне личные сообщения писали, когда я оформляла заказ, что им тоже очень интересно. Что они тоже любят косметику от бренда фитокосметик. И поэтому им интересно мое мнение. Далее у меня здесь вот такой вот продукт. Коза Дереза. Густое мыло для волос и тела. Кстати, интересно, что и для волос, и для тела я никогда еще не пользовалась густыми маслами. И тут моя линейка. А, нет, еще у меня вот это вот средство. Вот есть кокосовые сливки для снятия макияжа. Очень интересно, кстати, ароматный. Очень приятный такой аромат сливочный, такой кокосовый. И моя любимая линейка. Как я вам говорила, что мне очень понравился этот гель для умывания. У него безумно вкусный такой какой-то конфитюрный аромат. Такой апельсин в сахаре. Это именно не просто цитрус, а как будто бы апельсин в сахаре. Прям такой сладенький аромат. И мне, кстати, нравится, как он снимает макияж. После этого геля для умывания абсолютно нет никакого дискомфорта на лице. То есть кожу он не стягивает. И, чтобы вы понимали, у меня две бутылочки были в заказе. И одна у меня сейчас где-то вот так, которой я пользуюсь. Так, следующий продукт. Это у меня тоник тоже с этой же линейки. Цитрус. Тоже очень приятный такой цитрусовый аромат. Такой вот тоник. Также мицеллярная вода. Оп. И скраб с киви. Киви-скраб для лица. Возрождающий кожу. Здесь, кстати, все зафольгировано. Мне это нравится. Мне очень нравится, когда в таких косметических ходовых средствах все зафольгировано. Все это было очень хорошо упаковано в такую пупырку. Поэтому я довольна заказником. Все буду тестировать. И в дальнейшем с вами, конечно же, поделюсь своими отзывами. Прям сниму отдельное видео уже обо всех продуктах. Все продукты попробую. И потом уже все вам расскажу. Как, что, что мне понравилось, что нет. Поэтому обязательно ждите этого видео. Кстати, в комментариях пишите, как вам вообще бренд фитокосметик. Пользуйтесь. Может у вас какие-то фавориты есть. Потому что я еще не встречала из моих знакомых ни одну девушку, которая бы не пользовалась продуктами этого бренда. И все довольны. Поэтому обязательно пишите. Девочки, очередное включение. Мне сейчас привезли заказ Духи РФ. Это уже второй заказик. В общем, я довольна. Здесь у меня три пробничка. Шанель парфюмерная вода. Эскаду все делают. Это в подарок пришел пробник. И тут два парфюма. Самое интересное. Также скоро будет видео о этом заказике. Поэтому обязательно ждите. И так же, девочки, я хотела показать, что я приобрела в магазине «Семья». Я себе купила вот такой вот гель-корректор для бровей «Люкс Визаж». У меня в оттеночке один. Латте. Он самый светленький такой. Сейчас покажу на ручке, как он вообще выглядит оттенок. Щеточка стилист какая-то. И тушь вот такая. Я открывать ее пока не буду. Здесь вот такая вот щеточка. Она идет объемная. «Белор Дизайн». У меня такая тушь есть. Только она немного другая. Вот такая вот она. Уже подстерла здесь название. На той же «Волюм» написано. Это, по-моему, другое название. Да. Это «Мудик». Но мне на тушь понравилась. Я также покупала за 99 рублей. Я не сказала, что по 99 рублей была эта тушь. И гель также делала по 99 рублей. Дочь мне тут показывала. Кстати, консилер у меня этот уже, по-моему, выбрасывать закончился. И, в общем, я довольна. Сейчас покажу вам, какой оттенок геля. И тушь ее, как я и сказала, мне эти нравятся. Неплохие. И довольно-таки бюджетно на скидках. За 99 рублей. Очень даже неплохо. А так, по-моему, она рублей 250 стоит. Так. У геля вот такой вот оттеночек. Прям очень красивый. Он не рыжит. Такой какой-то серо-коричневый. Поэтому, думаю, мне он идеально подойдет. Но я так полагаю, что это самый светлый именно для блондиночек. В общем, тут вытаскивают все мои гели. Также у меня, кстати, есть гель вот такой вот. Это вот Vivienne Sabo. У него тоже есть оттеночек. И кисточка у него, кстати, побольше. Я сейчас, кстати, покажу кисточку. Так, сейчас покажу кисточку. Здесь у него вот такая вот маленькая кисточка у этого геля. Кстати, что-то ограничитель у меня вылезет немного. Дочь, ты что показываешь? Это что? Это консилер? Помощница моя. В общем так. А вот в этом геле тут кисточка идет побольше. Она такая прям, по-моему, если я не ошибаюсь, что она прям очень большая. И он как-то гель выходит недозированно прям по многу. Мне это не очень нравится. Вот такая вот кисточка. То есть видите, да? Почти как для ресниц. Поэтому не очень удобно пользоваться. Так что продолжаем заниматься домашними делами. Пока дочь, мы сейчас тут все не выложим. Все. Это что? Это что? Это тени жидкие? В общем, бьюти-блогер подрастает. Девочки, сначала читать вот эту вот книжку. Конечно, понимаю, что нам уже поздно. Ну, после трех уже поздно. Нам уже есть три года. К тому же мой им подарил основатель одного из baby-клубов у нас. По-моему, вот этого. И муж мой, кстати, прочитал книжку. Пускай очень интересная. Она мне тут опять выкладывает косметику. И вот я сейчас тоже хочу ее прочитать. Потому что о ней я слышала очень много отзывов этой книжки. Также, кстати, если читали, то обязательно пишите, как она вам. У нас такая погода не летняя. Ну, сегодня более-менее солнышко, но такой холодный ветер. Поэтому у меня рука почему-то потянула сегодня к аромату Dolce & Gabbana The One. Хотя раньше, летом, я вообще никак не могла использовать. Но это еще зависит от лета, видимо. На этом буду заканчивать данный влог. Всем огромное спасибо за внимание. До встречи в новых видео. Всем пока-пока.